Нисчалататве дживен мукти означает, что человеку, который непоколебим в своем намерении, невозможно отказать в освобождении. Единственная причина, по которой большая часть человечества бесцельно блуждает по своей жизни, не зная, куда идти, заключается в том, что люди слишком часто меняют направление своей жизни. Даже если в действительности это не выглядит как фактическая смена направления жизни, но в умах людей и в их эмоциях направление постоянно меняется. Сама природа существования такова. Сегодня это уже научный факт, но также это и непосредственный опыт каждого йогина, что в мироздании есть энергия и есть сознание. не существует в физической материи. Физическая материя, как вы знаете сейчас, это просто концентрированные структуры энергии. Сейчас это уже научно доказанные факты. Но Шива рассказывал об этом уже более 40 000 лет назад. Его вовлеченность была в абсолютном сознании и в энергии, но никогда в физической материи, потому что он не считал ее настоящей. И он говорил об этом очень ясно, безо всякой двусмысленности. Так что есть только две вещи, с которыми нужно разобраться. Почему же вы нам не сказали раньше? Мы бы не делали суринамаскар сегодня утром. Вы делаете суринамаскар не для наращивания мышц. Если вы хотите познать энергию, сейчас она сконцентрирована в форме этого тела. Только если вы будете использовать ее определенным образом, энергия будет искриться, а иначе она будет как ком Земли. Если вы хотите, чтобы ваша энергия искрилась, ее нужно поддерживать определенным образом. Так что какую бы физическую садхану вы не выполняли, целью является не наращивание мышц, не физическое превосходство у себя дома. и обращаясь к дамам. Вы можете стать сильнее мужчин. За 90 дней садханы вы можете стать сильнее. Если ваша энергия искрится, и ваш ум сконцентрирован, то вся ваша жизнь будет развиваться в определенном направлении. Иначе фокус ума будет постоянно метаться из стороны в сторону, не зная, по какому пути идти. Сама жизнь внутри вас будет в растерянности. Она не будет знать, в какую сторону ей идти. Я бы сказал, что более 95%… На самом деле, я думаю, 99%. Но чтобы не ошибиться, говорю, что по крайней мере 95% человеческой энергии тратится впустую, потому что большинство людей не могут удерживать что-либо в своем фокусе внимания достаточно продолжительное время. Иначе каждый из них открывал бы новое окно, новую дверь к чему-то новому. Если бы все семь миллиардов человек сконцентрировали свой ум и сознание, подалось бы абсолютно все, ничего бы не осталось неисследованным. просто все. Если человек будет удерживать свой ум, свои энергии и свое сознание, сконцентрированным в одном направлении, в течение продолжительного времени, он не только осознает природу своей жизни, но и прошлые 84 мироздания. Человеческим сознанием может быть исследовано все. Субтитры создавал DimaTorzok